Многие века лучшие умы человечества мечтали о справедливом обществе свободных людей. Пути построения такого общества, перехода от капитализма к социализму, наметили Карл Маркс и Фридрих Эндлс. Владимир Ильич Ленин творчески развил марксистскую теорию, подтвердил необходимость революционного слома буржуазного государства и создания государства диктатуры пролетариата на весь период перехода от капитализма к социализму. Но как поступить со старым государственным аппаратом? Ленин указывал, что победивший пролетариат должен подчинить себе банки, важнейшие средства связи, почту и телеграф, управление путями сообщения, городским хозяйством и так далее. А буржуазные органы политической власти, угнетения и эксплуатации трудящихся, старую армию, полицию, суд следует безусловно уничтожить. Какое правительство надо поставить в случае победы революции? Чем заменить старую государственную машину России? Ленин ответил, властью советов, республикой советов. Этот ответ был подсказан опытом первой российской революции 1905-1907 годов, в ходе которой повсеместно создавались советы рабочих и крестьянских депутатов. Ленин увидел в них всеобщую государственную форму диктатуры пролетариата, применительно к условиям России. Опыт первой российской революции был приумножен революционным творчеством масс в феврале-марте 1917 года. Вернувшись из эмиграции в условиях установившегося двоевластия, Ленин вновь обращается к вопросам будущего государственного устройства России. Вот строки из апрельских тезисов. Непарламентарная республика. Возвращение к ней от советов рабочих депутатов было бы шагом назад, а республика советов рабочих, батратских и крестьянских депутатов по всей стране. Снизу доверху. Теоретические и практические проблемы строительства социалистического государства Ленин разрабатывает в таких произведениях, как «Задача пролетариата в нашей революции», «Государство и революция», «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», «Удержат ли большевики государственную власть и других». Ленин утверждал, «Мы приближаемся быстрыми шагами к тому времени, когда не будет в России никакой власти, кроме власти крестьянских и рабочих выборных». Месяцы напряженной, драматической борьбы, и в октябре 1917 года ленинское предначертание осуществилось. Здесь, в Смольном, начиналась великая история советского государства. Здесь, в актовом зале, на Втором Всероссийском съезде Советов прозвучали слова ленинского обращения к рабочим солдатам и крестьянам. Этот исторический документ закрепил победу социалистической революции и решение главного ее вопроса – вопроса о власти. Провозгласив переход всей власти к советам, съезд определил неотложные задачи и приступил к их осуществлению. Здесь были приняты первые ленинские декреты – декрет о мире и декрет о земле. Началось созидание нового мира. «Не забыть Владимира Ильича в тот великий час», – вспоминала Александра Михайловна Калантай. Проницательный, полный энергии и мысли взгляд Ленина был устремлен вперед. Он видел то, что мы еще не видели – провосглашаемые декреты в их живом воплощении, будущее, которое предстояло завоевать. Здесь было образовано первое в мире рабоче-крестьянское правительство – Совет народных комиссаров, Центральный исполнительный орган советской власти, во главе с Владимиром Ильичом Лениным. Председателем основного законодательного органа между съездами советов стал Яков Михайлович Свердлов. Ключевые посты в народных комиссариатах, заменивших старые министерства, заняли выдающиеся большевики – партийный организатор, публицисты, революционные трибуны. Председатель Совнаркома Ленин был первым в истории руководителем государства, глубоко верящим в творческие силы народа, тесно связанным с широкими массами трудящихся. «Необыкновенный народный вождь» – так назвал его Джон Рид. В доверии и поддержке трудящихся, в их широком участии в управлении государством, Ленин видел силу советской власти, залог ее победы. С первых дней советской власти Ленин возглавил борьбу за построение социализма. Революционная теория притворялась в практику социалистического созидания. Вспомним, в каких тяжких условиях начиналось строительство нового мира. Тяжелейшее наследие старого режима. Четвертый год империалистической войны. Развал экономики и разруха на транспорте. Угроза голода. Ожесточенный саботаж чиновников. Отчаянные попытки свергнутых классов силой оружия вернуть власть. Но Ленин твердо верил в силы революции. Еще в начале ноября в обращении к населению он писал «За нами большинство народов. За нами большинство трудящихся и угнетенных во всем мире. За нами дело справедливости. Наша победа обеспечена». Ленин призывал «Товарищи трудящиеся, помните, что вы сами теперь управляете государством. Ваши советы отныне органы государственной власти, полномочные, решающие органы. Сплотитесь вокруг своих советов». К марту 1918 года советская власть, поддержанная подавляющим большинством трудящихся, установилась почти на всей территории России. «Это был период победного, триумфального шествия диктатуры пролетариата и советской власти», говорил Ленин. Победа диктатуры пролетариата в столь короткий срок была обеспечена твердым руководством большевистской партии, напряженной работой совнаркома, мобилизующей силой декретов и деклараций советской власти, большинство из которых было написано Лениным или разработано при его участии. Эти декреты, по выражению Ленина, ставили вехи по пути развития новых форм жизни. Борьба за мир провозглашалась одной из главных задач советской власти. Начиналось коренное преобразование экономики. Честная собственность на землю отменялась. Крестьяне безвозмездно получали помещичьи, церковные и удельные земли. Вслед за установлением контроля над государственным банком национализировались все частные банки. Вводился восьмичасовой рабочий день. Рабочий контроль над производством и распределением. Национализировались частные предприятия. Для организации хозяйства и финансов страны при Совете народных комиссаров был создан Высший Совет народного хозяйства. Хозяева старого мира упорно саботировали решения советской власти. Для подавления сопротивления свергнутых классов по предложению Ленина была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем во главе с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Основополагающим актом советской власти по национальному вопросу стала подписанная Лениным Декларация прав народов России. Она провозглашала их равенство, суверенность и право на самоопределение. Верная провозглашенным принципам советское правительство в декабре 1917 года признало государственную независимость Финляндии. Советское государство с первых дней широко развернуло культурное строительство, которое возглавил Народный комиссариат просвещения. На руководящую работу в Наркомброс были направлены Анатолий Васильевич Луначарский, Надежда Константиновна Крупская и другие видные деятели партии. Огромное внимание уделялось борьбе с неграмотностью. В ведение Наркомброса перешли все школы. Была отменена плата за обучение. Широко открылись перед трудящимися двери театров, библиотек, музеев. Но свергнутые классы по-прежнему стремились остановить социалистические преобразования. Теперь они делали ставку на учредительное собрание. Контрреволюционное большинство учредительного собрания уклонилось от обсуждения, написанной Лениным и утвержденной Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Отказалось признать советскую власть и ее декрет. Большевики в специальном заявлении заклеймили контрреволюционеров и покинули учредительное собрание. 6 января оно было распущено. Четыре дня спустя здесь же, в Таврическом дворце, открылся Третий Всероссийский Съезд Советов, две трети делегатов которого составляли большевики. Съезд одобрил отчетные доклады Якова Михайловича Свердлова и Владимира Ильича Ленина, рассмотрел и принял Ленинскую декларацию, провозглашавшую основной задачей пролетарской революции уничтожение всякой эксплуатации человека человеком и построение социализма. В декларации записано Советская Российская Республика учреждается на основе Свободного Союза Свободных Наций как Федерация Советских Национальных Республик. Однако для успешного продолжения строительства социалистического государства было необходимо безотлагательно добиться мира. Уже в историческом декрете о мире предлагалось немедленно прекратить войну и заключить всеобщий демократический мир. Правительство стран Антанты встретили это предложение враждебным. Тогда советская делегация в Брест-Литовске достигла соглашения о перемирии с государствами германского блока. Там же начались переговоры о заключении мирного договора. Германские империалисты выдвинули грабительские условия мира. Однако Ленин считал, что их необходимо принять во имя спасения советской власти. Республика Советов еще не могла обеспечить свою оборону. Старая армия развалилась, а новая только начинала формироваться. 18 февраля германское командование, нарушив перемирие, двинуло войска в наступление. Над Республикой Советов нависла смертельная опасность. В те дни Владимир Ильич Ленин писал, пусть знает всякий, кто против немедленного, хотя и архитяжкого мира, тот губит советскую власть. Продолжая борьбу за заключение мира, Ленин возглавил оборону социалистического отечества. Повсюду формировались части Красной Армии. Они сразу отправлялись на фронт и вступали в бои с врагом. Германское командование пошло на возобновление мирных переговоров. 3 марта в Бресте был подписан мирный договор с Германией, по которому от советского государства отторгались огромные территории. Но советская власть была спасена. Состоявшийся 6-8 марта 7-й съезд партии признал необходимым утвердить Брестский договор. Три дня спустя советское правительство переехало в Москву. Здесь 14 марта открылся чрезвычайный 4-й съезд советов. Большинством голосов делегаты ратифицировали Брестский мирный договор. Советская власть получила передышку для упрочения республики и развертывания хозяйственного строительства. В марте-апреле 1918 года Ленин написал знаменитую работу «Очередные задачи советской власти», в которой дал марксистский анализ экономики России в период перехода от капитализма к социализму, разработал основы советской экономической политики, изложил конкретный план построения экономического фундамента и социализма, рассчитанный на длительный период. Первоочередными задачами экономического строительства Ленин считал налаживание нормальной работы на предприятиях, организацию строжайшего учета и контроля, повышение производительности труда, организацию соревнований, охрану общественной собственности, укрепление трудовой дисциплины. В это же время, при непосредственном участии Владимира Ильича Ленина, была разработана первая советская конституция. Она закрепила исторические завоевания социалистической революции, отразила подлинно демократический характер преобразований в интересах широчайших масс трудящихся, стала ярким воплощением ленинского стиля государственного строительства. 10 июля 1918 года Конституция была утверждена Пятым Всероссийским съездом Совета. Основанное Лениным Советское государство, это наше величайшее достояние, оплот прогресса и мира на Земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok